Многие задумаются, что приобрести для городской сумки. Так как, например, я, я буду говорить за себя, еду в город, у меня по карманам размещены разные вещи. Телефон, ручка или фонарик или еще что-либо там, и то есть неудобно. Для этого я приобрел вот такую вот сумку от компании МТАК, вот ее логотип. Эта сумка предназначена чисто для городского типа, я лично купил себе для городского типа. Материал, материал здесь не кордура, это полиэстер, очень прочный 600, очень прочная материя, хорошо прошита, неплохие швы, то есть сделано очень качественно. Что по ремню, также вот по ремню. Здесь, так как вы наблюдаете, вот фастексов нету, регулирующие вот такие вот лямки. Ремень нейлоновый, очень прочная такая стропа. Вот, и перейдем к органайзеру. Значит, здесь три отсека для таких вещей, как для мелочевки, допустим, или для мелочей там разных, которые вам нужны. И также для активного средства обороны. Здесь находится вот такое отделение. Первое отделение, вот я, допустим, храню здесь вот такие вот карточки. Скидывающие карточки там банковские. Вот, в этом оно небольшое, маленькое такое отделение. Внутри вот оно простенько сделано, не пролито, ничего. Второе отделение у меня. Второе отделение, я держу здесь документы. Там вот водительские права и паспорт. Вот. Также на последнее, третье отделение, где находится у меня телефон и находится кошелек. Все, здесь ничего по этим. Можно там еще что-то поместить сбоку, там, я знаю, может, какую-то вещь, которая вам нужна будет. По карманам задним. Вот здесь вот такой задний карман. Здесь я обычно храню перчатки. Они, то есть, легко входят. Такой подтайной карман, легко допустимый. Храню здесь тактические такие перчатки. Легко заходят. Можно любые зимние, летние, какие вам угодно хранить здесь. Теперь здесь на ремневой, вот здесь вот, на вот этой вот такой, как бы, подушка. Сделанная имеется тоже карман небольшой, там, я не знаю, для какой-то мелочевки. Здесь на замках, замки очень легко открываются. Цвет этот, представляется вообще три цвета. Алифа, койот и черный. Ну, на данный момент у нас койот. Здесь не металлические на замках хлястики, а сделанные из прочного паракорда. Они не звенят, то есть, вообще сама сумка, она не шумливая, не шумит. Нет таких сильно шелестов, ну и так далее. И основное отделение находится, вот такой язычок, для быстрого скидывания, для средств самообороны. Вот, можно открыть так замочки, можно для быстрого доступа дернуть за этот язычок. Хочу сказать, что по замкам, более ранние сумки городского типа, я наблюдал, что замки, замки открывались полностью до конца, то есть до дна сумки. Здесь, эта фирма сделала более качественнее и продуманнее, не до конца. То есть, если открываешь для быстрого доступа, одна половина сумки выпадает, то есть, это не очень хорошо, не очень удобно. А здесь не до конца, то, что мне нравится. Я думаю, понравится многим. Здесь тоже такой вот органайзер, где для легкого доступа, допустим, ножа, там у меня фонаря, там айпод и так далее. Что по средству самообороны? Извлекается для правши, допустим, вот так вот, быстрый доступ. И что хочу сказать по кошельку, по вот этому, по как бы кобура. Это, ну, называйте так угодно, но я называю кобура. Она очень жесткая и на липучке. Сейчас я вам продемонстрирую. На липучке. То есть, можно для левши, вот она вот так вот крепится. И для правши. Можно под разным углом, как вам удобно. То ли так, смотря какое у вас средство обороны. И можно под углом. Ну, вот лично мне удобно под углом. То есть, оно заходит очень легко. Вот таким путем. Теперь, что я хотел сказать еще по... Закрывается тоже очень хорошо. И быстрый доступ до оружия. В общем, рекомендую такую сумку. Очень неплохая для городских там или для каких-то походных вам случаев. Случаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...